Всем привет! Все более и более безумные обороты приобретает скандальное дело Пи Диди, о котором сейчас не устает трубить вся мировая пресса. Из последнего и наиболее шокирующего признания давнего друга Диди, с которым они знакомы более 35 лет, о том, что у него есть видеозаписи, сделанные покойной супругой Комса, где на его вечеринках подвергается насилию ни много ни мало аж 8 мировых знаменитостей, двое из которых еще и были несовершеннолетними на тот момент. Причем это не какие-то там анонимные интервью желтой прессе ради хайпа, как раньше, нет об этом. Кортни Берджес, бывший друг Шона Комса, заявил жюри присяжных, собранному по данному делу, под присягой само собой. Не менее, а наверное еще более шокирующее заявление сделал на днях и бывший артист лейбла Шона Комса Фредди Пи, который заявил, что Диди ни много ни мало серийный убийца, и что пока что обсуждается лишь верхушка его злодеяний, тогда как, цитирую, они спрятали тела и об этом пока что никто не говорит. При этом даже мать Комса, которая, пожалуй, единственная топит за него, ну не считая разве что еще его детей, так вот даже мать опального рэп-магната признала, что вероятнее всего он не был честен со следствиями с общественностью. Короче, опять полнейшее безумие, и мы, конечно же, обсудим эти и другие детали прямо сейчас, так что советую смотреть до конца. Ну и начнем мы сразу же с самых сенсационных заявлений. Итак, в минувший четверг Кортни Берджес дал показания перед большим жюри присяжных по поводу записей, которые, по его словам, были взяты с флеш-накопителя, хранившегося у бывшей жены Диди Ким Портер. Кстати говоря, вокруг смерти самой Ким ходит довольно много теорий и догадок, ведь сперва вообще никто не знал причин ее кончины, а потом оказалось, что она якобы умерла от пневмонии, которая длилась всего пару дней. Короче, конспирологии сейчас, конечно, достаточно, особенно на фоне последних новостей, что экс-супруга Диди, оказывается, хранила компромат на него лично и на его именитых гостей, так что дошло даже до того, что многие уверены, что именно Компс постарался, дабы она безвременно ушла в лучший мир, так сказать. Но, опять-таки, теории заговоров сейчас разгонять мы не будем, а лучше расскажем о том, что совершенно официально и под присягой заявил мистер Кортни Берджес. Сообщается, что, по его словам, на записях присутствуют, по крайней мере, двое звезд мужчин, которые на тот момент были еще несовершеннолетними парнями, и которые подвергаются насилию со стороны Диди или его именитых гостей. А вообще, сейчас Daily Mail пишет о якобы восьми знаменитостях, которые, исходя из видео, стали жертвами на тусовках Диди. При этом, пока не ясно, передал ли Берджес видеозаписи большому жюри или просто рассказал о них присяжным, хотя сам он говорит, что все показанные звезды, по-видимому, находились под воздействием каких-то веществ или алкоголя, и все они, по словам свидетеля, стали жертвами на отвязных вечеринках Диди, что четко зафиксировано на видеозаписях. Берджес также утверждает, что видео были сняты камерами в домах рэпера, которые не всегда были видны находящимся внутри. Он также утверждает, что флешку с видео ему передал друг, который, в свою очередь, получил их от покойной ныне Ким Портер. При этом, что наиболее интересно, переданы ли данные записи властям, хотя, конечно, это уже в любом случае гораздо-гораздо серьезнее, чем просто какие-то заявления каких-то инсайдеров, которые рассказывают анонимно, что у них якобы есть слитые видосы. Нет, это заявление совершенно конкретного человека перед жюри присяжных, данные под присягой, и, очевидно, эта история еще обязательно получит свое продолжение в суде. Более того, сам мистер Берджес – это не человек с улицы, он говорит, что дружил с Диди на протяжении 35 лет и когда-то любил его как брата. Теперь же он видит в нем дьявола. В то время, я думаю, он был амбициозен, затем от амбициозности он перешел к тому, чтобы делать все, что угодно, а затем он от того, чтобы делать все, стал не заботиться ни о ком, сказал Берджес в недавнем интервью. А потом он в итоге превратился в Люцифера, продолжил он. И сегодня я смотрю на него, я знаю, что все называют его Диди или Пафи, но я называю его Люцифером. Что же, как по мне, это более чем серьезно, и тут без стопроцентных улик вряд ли кто-то говорил бы что-то подобное публично, да еще и под присягой. Конечно же, в сети уже разгоняются темы того, а кто же, собственно, мог быть в качестве тех самых звездных жертв с тусовок Диди. Что касается несовершеннолетних, тут само собой, в первую очередь, все называют Ашера и Джастина Бибера, оба из которых стали, условно говоря, тусить и даже жить в доме Диди с возраста 14-15 лет, оба теперь крайне неохотно вспоминают то время и говорят, что никому не пожелают такое пережить, да еще и в таком возрасте. Что же касается остальных имен, тут опять-таки поле для фантазии гигантское. Называют имена и Леонардо Ди Каприо, который якобы, по слухам, возможно, тоже мог стать жертвой на тусовках Диди, и все той же Дженнифер Лопес, которую, правда, записывают то в пострадавшую, то в соучастницу его злодеяний, и детей Уилла Смита, и кого только сейчас не называют. На самом же деле, только непосредственно уже во время суда, которое начнется в мае следующего года, мы сможем увидеть данные записи и узнать правду. Но сам факт, разумеется, интригует и впечатляет. Можете, кстати, прямо сейчас написать свои предположения в комментариях, да и на канал наш тоже подпишитесь, чтобы оставаться на связи и ничего не пропустить. Ну и, кстати, адвокаты Диди уже отреагировали на такое вот заявление его бывшего друга, что лишь подтверждает всю серьезность ситуации, ведь на другие подобного рода типа анонимные признания из прессы юридическая команда рэпера никогда ничего не отвечала. Так вот, адвокаты Компса предприняли, как пишет, например, Daily Mail, шокирующую попытку заставить замолчать свидетеля большого жюри, который сделал сенсационные заявления о звездных жертвах на вечеринках Диди. Адвокаты Шона Компса Марк Агнифилой и Тони Джирагас направили письмо федеральному судье, ведущему дело Диди, в котором попросили его ускорить рассмотрение их ходатайства, а запрете давать показания новым свидетелям, ссылаясь на, цитирую, шквал, ненадлежащий до судебной огласки. В письме говорится, что заявления, сделанные некоторыми лицами, подрывают право мистера Компса на справедливое судебное разбирательство и честность разбирательства дела большим жюри. Адвокаты особенно набросились при этом на бывшего друга Компса Кортни Берджеса, о котором мы как раз таки вам сегодня рассказали. Эти истории быстро распространились в СМИ и создали впечатление, что такие видео существуют, что является ложью, и что правительство на самом деле верит его сенсационным заявлениям, что крайне предвзято, утверждают адвокаты, говоря о признаниях мистера Берджеса. Ну в общем, данные заявления подняли очень много шуму, но при этом не менее, а может даже и более громкие признания, сделал недавно некогда подопечный Шона Компса рэпер его лейбла Бэтбой по имени Фредди Пи. Правда, это было уже не в формате официальных заявлений под присягой, как в случае с Берджесом, поэтому не вызвало такого пристального внимания, и все-таки в своем свежем интервью артист заявил, что Дидди, цитирую, спрятал тела, и еще больше преступлений остаются скрытыми. Этот человек – серийный убийца, добавил он, что, конечно, звучит более чем впечатляюще, так что давайте об этом немного подробнее. Итак, бывший артист Бэтбой Рекордс Фредди Пи 3 ноября дал интервью YouTube-каналу Art of Dialog, где он обсудил, конечно же, Шона Диди Компса и бывшего его телохранителя Джина Дила. Фредди утверждает, что Дил помогал Компсу прятать тела и говорит, что правоохранительные органы еще не раскрыли все предполагаемые преступления Пи Диди. Размышляя о федеральном обвинительном заключении и аресте правоохранительными органами собственности райпера в Лос-Анджелесе и Майами в начале этого года, Фредди Пи заявил следующее. «Вы все не понимаете, федералы занимаются Пафи, потому что там есть трупы. Этот человек – серийный убийца. Идите и прочитайте книгу. Они знают, что этот человек ушел от ответственности и не могут этого доказать. Я думаю, что они, правоохранительные органы, нашли лишь малую часть того, что Диди сделал, и его за это наказывают». Ну, опять-таки, заявления просто сенсационные, не побоюсь этого слова, а вот насколько они оправданы, пока что вопрос. Хотя при этом, как мы говорили ранее, даже мать Компса признала, что ее сын, ну так мягко говоря, был не до конца честен в своих заявлениях. Для Джанис Компс наблюдение за тем, что происходит с ее сыном – тяжкое испытание по ее собственным словам, но при этом мать рэпера как может пытается его оправдать. Она говорит, что чувствует себя глубоко опечаленной текущей ситуацией. Ее сердце разрывалось не только из-за сына, но и из-за суда, которому он подвергся, который, по ее мнению, был основан на истории с формированной ложью, а не правдой. Правда, при этом даже мать Диди признала, что ее сын, мягко говоря, играл определенную роль перед прессой и общественностью и не был откровенен. Мой сын, возможно, был не совсем честен в некоторых вещах, например, отрицал, что когда-либо проявлял агрессию по отношению к бывшей девушке, хотя камера наблюдения в отеле показала обратное, сказала мать Компса, но при этом, правда, добавив, что это еще не делает его виновным во всем остальном. И тем не менее, пытаясь оправдать Диди, его мать, кажется, напротив лишний раз подсветила его ложь и убедила многих в том, что его судят, или точнее будут судить, все-таки за дело. Такие вот дела. Что вы думаете обо всем происходящем? Пишите ваши мысли в комментариях, обязательно подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, если еще этого не сделали, чтобы ничего не пропустить. Ну и, конечно же, переходите в наш телеграм, ссылка традиционно ждет под видео. Спасибо всем, кто был с нами и всем пока!